Преступники не заслуживают, чтобы подолгу о них рассказывать. То, что они натворили, страшно. А вот как их ловили лучшие сыщики страны, интересно и поучительно. Убийцы и насильники – нелюди. Об их жизненной истории не хочется мораться. Именно таким отщепенцем оказался Алмазян. Проходит еще один день, и город снова облетает жуткая новость. Очередное убийство. Ни по радио, ни по телевидению, ни в газетах информации не было о том, что случилось. Но слухами земля полнится, и поэтому все школьники и школьницы, особенно выпускных классов, были напуганы собственными мамами. Жертвой насильника стала 20-летняя Лариса Рогова. Преступник изнасиловал и задушил ее, забрав ценные вещи, в том числе красную трикотажную кофточку. В милицейской машине оказываются шестеро. Один из них, одетый в гражданскую одежду, сразу же признается – он солдат и находится в самоболке. Так я говорю, это же уже теперь дисбат. Да, дисбат. Но я смотрю на него, что он хочет больше дисбат, чем со мной разговаривать. Выясняется, рядовой Алмазян проходит срочную службу воинской части 61-436. Задержанный признается – в гражданскую одежду он переоделся в подсобном хозяйстве – в свинарнике. Парень ведет себя крайне нервно. Его решают проверить со всей строгостью. Оперативная группа отправляется в воинскую часть и первым делом осматривает свинарник. Шкаф отодвинут где-то на полметра от стены, и на стене простынь, и кусок простыни отсутствует, угол. Именно в этот момент сыщики вдруг почувствовали – что-то ёкнуло в груди. Неужели поймали? Беглый обыск, и вот в тайнике обнаруживают женские часы, пудреницу, маникюрный набор и одну серьгу. Вторая осталась на месте убийства Светланы Мазуриной. Но самая шокирующая деталь – на Алмазяне, надетая задом наперёд, красная дамская кофточка. Та самая, что он забрал у последней жертвы. Буквально по всем убийствам, можно сказать, вещественные доказательства были. До армии Алмазян работал грузчиком и действительно занимался борьбой, даже подавал спортивные надежды. Но свой любимый удушающий захват решил применять против беззащитных девушек. Почему он совершал жестокие нападения? На этот вопрос Алмазян отвечал с наивностью дикаря. Хотелось женской ласки. За семь месяцев 70-го года лучшие сыщики Борошиловграда провели немало бессонных ночей. Много сил отняла отработка найденных на месте изнасилований улик. Обрывков тесьмы, фрагментов ткани, полотенца, газеты Сельская жизнь. Выяснилось, что все эти вещи Алмазян подбирал, где придётся. Найти по таким уликам убийцу было невозможно. Но обо всём об этом все узнали уже только после ареста маньяка. Продолжение следует...